Депутат Госдумы Михаил Щапов проводит встречу с региональными парламентариями. Рассказывает о работе над федеральным бюджетом на следующий год и предложенных им поправках. Первое чтение прошло и стало понятно, что главный финансовый документ страны не предусматривает развития и улучшения жизни жителей. На мой взгляд, никакой системности нет. Есть растерянность. Есть растерянность и органов власти, и депутатского корпуса, в том числе и оппозиционного. Каких-то очевидных, выверенных линий, за исключением КПРФ, их нет. При этом очень много такой бравады, что у нас все хорошо, что мы со всем справляемся, что все под контролем. В бюджете страны Михаил Щапов намерен во втором чтении отстаивать поправки, которые урезали. Они касаются финансирования лесных полномочий, программы переселения из ветхого и аварийного жилья, льгот для ветеранов боевых действий, устранения последствий наводнения в Иркутской области. То, что именно фракция КПРФ взяла на себя возможность взаимодействия между областным и законодательным собранием всей Российской Федерации и Госдумы, это правильно. Михаил Викторович Щапов нашел время сейчас в региональную неделю прийти к нам, пообщаться. Мы выслушали его поправки, то, что он надеется еще отстоять в бюджете Российской Федерации, чтобы потом нам понимать здесь, в Иркутске, как будет область жить, как будет область развиваться. Наша эта сегодняшняя встреча показала, что в одном направлении думаем о том, что экономика сегодня очень находится в тяжелом положении, и необходимо принимать решения на всех уровнях, и на федеральном, и на региональном, для того, чтобы понимать, какой бюджет все-таки будет сформирован, какие статьи будут приоритетные, ну и самое главное, не потерять тех, того положительного опыта и того положительного финансирования, которые мы имели. Поправки в федеральный бюджет принимают до 9 ноября. Есть вероятность, что второе чтение главного финансового документа страны пройдет в 20-х числах ноября.